всем привет меня зовут ксения вы на моем канале бани тильда хочу сегодня предложить связать боди для игрушек рост моей игрушки 33 35 сантиметров как видите боди здесь снизу на пуговичках одевается это боди через голову либо через ноги сзади на лямках пуговиц нет но вы можете их сделать я просто соединила две лямки вместе и пришила к верху трусиков так скажем и задекорировала вязать мы его будем сверху вниз сначала свяжем одну деталь зачем затем вторую и соединим вязание в круг вязала я его из пряжи yarnart джинс на чулочных спицах номер три также понадобятся ножницы две пуговички маркеры ну и также конечно понадобится крючок если вам нравится такой боди предлагаем есть связать его вместе со мной ну и для начала наберите на две спицы 14 петель и провяжите два ряда платочной вязкой то есть и лицевые и изнаночные ряды вяжем лицевыми петлями и так вяжем третий ряд кромочную снимаем 1 лицевая дальше 2 вместе лицевой накид дальше вяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 накид 2 вместе лицевой это мы с вами связали дырочки под наши пуговицы лицевая и кромочная изнаночная и далее 3 ряда провяжем также платочной вязкой накиды вяжем как они лежат чтобы у нас образовалась дырочка довяжите этот ряд и провяжите еще два ряда и так 6 рядов платочной вязкой у нас связано вяжем 7 ряд кромочную снимаем вяжем 4 лицевых 1 2 3 4 дальше вяжем 4 изнаночных 2 3 4 и дальше 4 лицевых и последняя кромочная изнаночная со следующего ряда мы будем делать прибавки по 2 прибавки в каждом лицевом ряду первые 4 петли и последние 4 последние петли не считая кромочных всегда будут вязаться платочной вязкой и так кромочную снимаем 4 петли 1 2 3 4 назовем их петли планки дальше вяжем одну лицевую и после нее делаем прибавку сначала делаем по часовой стрелке накидываем петлю на спицу дальше вяжем 2 лицевых 1 2 и перед последней лицевой тоже всегда будем делать прибавку но уже против часовой стрелки то есть вот так 1 лицевая и дальше 4 петли планки 1 2 3 4 последняя кромочная изнаночная изнаночные ряды вяжем 4 петли планки 1 2 3 4 дальше вяжем изнаночные петли накид я вижу как он лежит то есть в изнаночном ряду мы не будем делать прибавки мы просто будем провязывать середину так сказать лицевой гладью разворачиваемся и еще один лицевой провяжем 4 петли планки дальше 1 лицевая после нее делаем накид по часовой стрелке дальше лицевые петли 1 2 3 4 вот она наша последняя петля которая вяжется лицевой гладью перед ней мы тоже делаем накид но уже против часовой стрелки лицевая и 4 лицевых планки и таким образом нам нужно провязать пока у нас на спице не будет 36 петель то есть в лицевых рядах мы делаем прибавки в изнаночную вяжем без изменений свяжите эти ряды самостоятельно и так одну часть я связала вот так вот она выглядит у меня на спице 36 петель теперь я отрежу эту нить и свяжу точно такую же вторую часть таким же способом за исключением дырочек под пуговиц на второй часть я их делать не буду я ее сейчас свяжу вторую часть и вернусь к вам итак вторую часть я связала теперь нам нужно соединить вязание в круг распределив по 18 петель на каждую спицу я уже начала вот так теперь беру вторую часть и присоединяю ее к вязанию кромочные петли я тоже буду провязывать также лицевыми так как вязание у нас будет в круг давайте распределим на четыре спицы итак я распределила на 4 спицы на последнюю я повесила маркер это у нас будет начало и конец ряда дальше нам нужно провязать 8 рядов лицевой гладью по кругу лицевыми петлями давайте свяжем 8 рядов все петли лицевые вот так сейчас выглядит так скажем наша конструкция так давайте свяжем 8 рядов лицевыми петлями и и я к вам вернусь так 8 рядов лицевой гладью я провязала следующий один ряд давайте провяжем изнаночными петлями то есть все петли изнаночные после того как провяжем ряд изнаночными петлями провяжем еще один лицевой провяжите этот изнаночный ряд и после него один лицевой ряд так изнаночный лицевой ряд я провязала теперь давайте отметим 20 центральных петель переда нашего боди у меня перед там где пуговички беру маркер сначала на одной спицы отмечаю десять раз два три четыре пять десять ставлю маркер и затем также с этой стороны раз раз два три четыре пять теперь смотрите чтобы в будущем нам не обрезать лишний раз нити не присоединяйте и сделаем так сейчас провяжем два ряда лицевыми петлями начало ряду у меня вот здесь затем когда я провяжу два лицевых ряда я провяжу еще лицевыми петлями вот до этого маркера чтобы у нас стало начало и конец ряда именно здесь Итак, давайте провяжем 2 ряда лицевыми петлями и затем провяжем еще лицевыми петлями до вот этого места. Так, я довязала до этого места лицевыми петлями, до отмеченных петель. Теперь давайте один ряд провяжем изнаночными петлями. Провяжите один ряд изнаночными петлями. Итак, следующие 3 ряда мы провяжем с вами следующим образом. От маркера по кругу до маркера мы будем вязать резинкой 1х1, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. А центральные 20 петель мы будем вязать лицевой гладью, то есть все петли лицевые. 3 ряда по кругу от маркера до маркера резинкой 1х1, а центральные петли будем вязать лицевыми. Так, я провязала 3 ряда, маркер этот можно убрать. Беру крючок поменьше 2х7 у меня и буду закрывать петли резинки, то есть передние вот эти петли спереда оставляем открытые. Взяла я крючок поменьше специально, чтобы резиночку закрыть поплотнее, чтобы она больше облегала спинку. Так, давайте закроем петли резинки. Так, я почти закончила закрывать петли. Так, маркер больше не нужен. И чтобы закрыть эту последнюю петлю, мы возьмем со спинки. Все. Теперь довяжем петли переда. Перенесем их на одну спицу. Так, как мы теперь будем вязать поворотными рядами. И у нас последняя будет кромочная. Вот что у нас получается на данном этапе. Это у нас сзади вид. Резиночку. За счет того, что крючок был поменьше, то область немножко сузилась, как я и хотела. Теперь будем вязать поворотными рядами вверх нашего боди. Сейчас мы провяжем 10 рядов сначала. Вязать будем следующим образом. Первые 5 петель будут всегда лицевыми, то есть планкой. Извиняюсь, платочной вязкой. И последние 5 петель. Это вместе с кромочными. То есть кромочная, 4 лицевых, изнаночные. И в конце опять 4 лицевых, кромочная. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем изнаночные петли до конца ряда. То есть петли в середине этой части, они будут лицевой гладью. А по бокам платочная вязка. Последняя кромочная изнанка. Первый ряд мы связали. Нам осталось еще 9 рядов. Давайте свяжем их самостоятельно. Два ряда я связала, и мне осталось еще 8. Провязав 10 рядов, теперь давайте провяжем 8 рядов полностью лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Главное остановиться на лицевом ряду. Так, ну что ж, я провяжу сейчас 8 рядов платочной вязкой. Теперь давайте закроем 10 центральных петель. Кромочную снимаем. Раз, два, три, четыре. Дальше 10 петель. Закрываем удобным для вас способом. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Все, довязываем этот ряд. Итак, смотрите, сейчас мы будем вязать лямки. Сначала мы свяжем одну лямку, затем свяжем вторую лямку. Я приблизительно свяжу 38 рядов одной лямки платочной вязкой. Вы мерьте все-таки на свою игрушку и смотрите, чтобы вам было как раз. Я пуговицы сзади делать не буду, соответственно, дырочки под пуговички на лямках у меня тоже не будет. Вы смотрите по своему желанию. Если у вас будет пуговичка, то в конце лямки обязательно сделайте дырочку. После того, как свяжете одну лямку, вы же начнете вязать ее сейчас с изнаночной стороны, то потом вторую лямку вы начинаете вязать также с изнаночной. То есть здесь присоедините нить и продолжите вязать уже вторую лямку. Я сейчас свяжу, вернусь и скажу, сколько я рядов связала. Вяжем лямки теперь по очереди. Сначала одну, затем вторую. Итак, я связала лямки из 38 рядов и закрыла петли. Как видите, один валан я уже связала. Давайте приступим ко второму. Нужно набирать так, с той стороны, чтобы начать ряд лицевой. Поэтому я буду набирать здесь снизу вверх, здесь я набирала сверху вниз. Немножко неудобно, но как-то так. В принципе, можно еще отмерить сколько-то нити и начать сверху набирать. Я начну снизу и начну не прям с первой кромочной петли самого верха, а чуть пониже, то есть вот отсюда. Беру нить, ввожу крючок, доставил петлю, чтобы помочь, и вставляю спицу. И теперь за кромочные петли буду набирать петли на спицу. Вот таким образом потихоньку наберу. Давайте наберем петли на спицу до конца нашей лямки. Итак, петли набраны. Первый ряд валана мы будем вязать с прибавками. Кромочную снимаем, делаем накид, лицевая, опять накид, лицевая. И так до конца ряда. Накид, лицевая, накид, лицевая. Следующий изнаночный ряд провяжите изнаночными петлями, накиды вяжите, как они лежат, то есть скрещивать им не нужно, чтобы у нас образовалась такая вот небольшая, небольшие дырочки. Третий ряд валана. Вяжем лицевыми петлями, до последних 5 петель, то есть нам нужно здесь остановиться перед 5 последними петлями. Давайте до них довяжем лицевыми петлями. Я довязала до последних 5 петель, дальше мы будем вязать поворотными рядами. разворачиваем наше вязание. По развороту мы будем делать немецким способом. Это для того, чтобы в местах, где мы разворачивались, не было дырочек и ступенек. Итак, нить перед работой, слегка ее оттягиваем назад, и видите, у нас здесь образовались как бы ножки петли. Вот они. Подхватываем их обе на правую спицу и переносим. И еще слегка подтягиваем вниз и немного вправо. Видите, у нас получилась как бы сдвоенная петля. Так ее оставляем. Теперь вяжем изнаночными петлями также до последних 5 петель. Довязали до последних 5 петель, вязание развернули. Теперь внимание. Кто вяжет, как и я, лицевые петли за заднюю стенку петли, нам нужно эту петлю перевернуть. Кто вяжет за переднюю стенку петли лицевую, так и оставляете. Так, не туда я развернула. Вот так. Теперь нить перед работой. Правой спицей подхватываем рабочую нить и саму петлю. Переносим на правую спицу и слегка потягиваем вниз и немножко вправо. Видите, у нас опять образовалась двойная петля, но это одна петля. Все, так оставляем. Теперь вяжем лицевой ряд лицевыми петлями до 10 петель последних от сдвоенной вот этой нашей петли. вы ее не пропустите. Вот она прям видно двойная и от нее раз, два, три, четыре, пять. Вяжем до сюда, то есть до последних 10 петель от нашей петли поворота. и так довязали до 10 последних петель от сдвоенной петли, развернулись, нить перед работой, слегка ее оттягиваем назад, вот наши ножки петли, подхватываем их за обе стенки и переносим на правую спицу и слегка вниз и немножко вправо подтягиваем рабочую нить. Дальше вяжем опять изнаночными петлями, не довязывая 10 петель от сдвоенной петли. Итак, я довязала до последних 10 петель от сдвоенной петли, развернула вязание на лицевую сторону, теперь разворачиваю петлю, нить перед работой, подхватываю правой спице рабочую нить и петлю переносим на правую спицу, оттягиваем немного назад и слегка вправо, вот наша сдвоенная петля, теперь вяжем лицевыми петлями этот ряд до конца, это был последний разворот, но сначала давайте с вами остановимся на первой вот этой развернутой петле, я покажу как ее провязать, и так, вот наша сдвоенная петля, ее мы будем всегда вязать за передние стенки, то есть слева направо, подхватив обе стенки, заводим спицу вот так это выглядит и провязываем ее лицевой и слегка подтягиваем вяжем дальше до следующей петли вот она и также заводим за обе стенки вот и провязываем лицевую и слегка подтягиваем все довязываем этот ряд до конца и на этих местах у нас нет никаких ступенек дырочек и так далее теперь вяжем изнаночный ряд изнаночными петлями также давайте довяжем до нашей первой петли разворота кромочную снимаем и вяжем лицевой изнаночными петлями так вот наша сдвоенная петля вяжем ее обычной изнаночной петлей также за обе стеночки и слегка подтягиваем вяжем до следующей петли вот она наша перевернутая петля заводим спицу под обе стеночки и провязываем довязываем этот ряд до конца наш валан почти готов нам осталось закрыть петли закрывайте привычным для вас способом я это буду делать как всегда крючком петли я петли закрыла такие у нас валаны получились потом они постираются отгладятся и не будут так заворачиваться теперь давайте приступим к нижним валанам начнем с нижнего так будет удобнее и для начала мы наберем петли набирать мы будем петли не вот за эти петли а которые вот выше идут начнем где-то середины и по 18 петель если вы так же будете как я на чулочных спицах вязать набираем петли поднимаем точнее на спицу давайте поднимем по 18 петель на спицу я петли подняла первый ряд валана свяжем с прибавками лицевую провязываем и так же как на верхних валанах накид лицевая накид лицевая и так до конца ряда накид первый ряд с прибавками связали теперь во втором ряду вяжем просто лицевые петли накиды вяжем как они лежат после того как я довяжу этот втором ряду ряд я свяжу еще приблизительно 67 рядов лицевой гладью и закрою петли тут конечно все зависит от того какую длину волана вы хотите поэтому смотрите сами сколько рядов еще свяжите я после того как свяжу как обычно вернусь и скажу сколько рядов связала после того как я свяжу этот волан я таким же образом свяжу 2 верхний волан также подниму петли с изнаночного ряда вот они и точно также свяжу его как вот этот первый волан в общем я сейчас свяжу и вернусь расскажу сколько рядов я в итоге связала ну что ж как видите я уже довязала будем волан я все-таки связала из восьми рядов то есть первые два мы провязали вместе и потом еще я провязала 6 рядов сначала нижней потом присоединилась к верхнему изнаночному ряду и связала такой же второй волан тоже из восьми рядов я уже пришила пуговички сзади это выглядит вот так две лямки и между собой сначала сшила и потом задекорировала это место тут конечно опять таки на вашу фантазию как вам нравится в общем такой вот получилось боди простенькая но и в то же время мило одевается она и через голову и через ноги очень легко спасибо что связали его вместе со мной есть еще не подписаны подписывайтесь и до новых встреч